Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 10. Вопрос 2390. Захария 11.17. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо. Меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет. Почему же сегодня за такие явные беззакония у этих пастырей не отсыхает ни рука, ни глаз не тускнеет? Как понимать тогда эти слова, и почему они не сбываются в наши дни? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. А вижу, что они полностью и везде сбываются. Это видно потому, как они относятся к истине. К тому, что сейчас идет в вопросе объединения МП с РПЦЗ. «Тут обе стороны слепые, и глаза их не видят. Чем грозит это беспринципное объединение с нераскаянными беззаконниками, погрязшими в суперэкуминизме и суперпредательстве дела Божия? И руки у них отсохли, они не могут творить дела милосердия, а только грабят народ непомерными взятками за нечистые свечи и безобразно творимые лжекрещения и требы. Сухорукость их видна и в поклонах, когда они руку не могут донести до левого плеча, на котором, может быть, и сидит лукавый дух у них». Второзаконие 28.32. «Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истоевать о них, и не будет силы в руках твоих». Книга Иова 11.20. «Глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет». Книга Иова 17.5. «Кто обрекает друзей своих в добычу, у детей того глаза истают». Захария 14.12. «И вот будет какое поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. «У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. Но и для таких милосердие Божие простирает свою руку, если они осознают свое погибельное положение и придут к Господу». Евангелие от Луки 6.8. «Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. «Не жадничай!» Увещевают сына, набившего три ложки сразу в рот. Не губы у него, а красная резина, подводный грот и в нем водоворот. Вот жадина толкует про невесту до свадьбы, обобравшей всю семью. Но от молвы они никак не треснут, свою утробу утолкут, набьют. Теперь те печи санатории лечат, а синизатором работ не впроворот. И не поймешь, где шея и где плечи, когда ту прорву он, наконец, прорвет. Их не учили с ближним поделиться, неправедным богатством раздобыть. Друзей посмертных, где умершим пристань, тот груз добра суметь не потопить. Уменьшить горе ближнего видняги, дать и ему насытиться от искренних щедрот. Не прослыви за скупердяя скрягу, сам к нищему вступи за сумрачный порог. Спеши на помощь, жадно расспроси, кто незнакомый ждет тебя увидеть. Умело, щедро, с пользой растряси свое богатство и его обиды. Богатые виноградники окажутся корягой, в излижествах купались, нетрезво веселились. Теперь вопят о милости, о капле этой влаги. Но суд без милости, не оказавшим милость, безжалостный скупец оставит все другим. С собой возьмет грехов бесчетных кучу. На хлебнике развеются вокруг одни враги, кого он обобрал, кого при жизни мучил. Уроки жадности и щедрости усвоим, засеем в детях, в лелеемых отростках, в раю обители. Мы их сегодня строим из щедрой милостыней, из гиенны мостик. 22 июля 2004 год. Игнатий Лапкин